Не из какого, а в каком. Не, ну вы же из какого-то города. Да не из какого-то города. Я в каком нахожусь. Город Барнаул, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81 год. Вам достаточно этого? Всё. Всё. А я вас даже не спрашиваю. В конце могу спросить только. Почему? В конце нашей беседы с вами я только тогда могу спросить о вас. Скажите, пожалуйста, у вас такая книга в доме есть? Нет. И вы её не знаете, содержание даже, да? Нет. Вот. Второй вопрос. Вот здесь в рулетке все пьют почти 100%. Всё время хлюпают. Я чай, чай пью, чай. Я не спрашиваю, что. Пьют. Независимо, что. Этого нигде нету больше. Нигде. Почему они пьют здесь? Притом непрерывно. Вот я разговариваю через 5 минут опять. Внутри горит блудный огонь, который говорит о геенском имуществе. Они стараются залить. Они не понимают. Это на уровне... Мы же все произведены от этого. От обезьян. Так мы пытаемся... От обезьян? Поэтому обезьянищают. Вырваться... Мы хотим это вырвать всё наружу. А кто сказал, что вы от обезьяны? Как вы узнали? Ну, так легенды гласят об этом. Да не легенды. Бог сотворил человека, Адама и Еву. Ага. И через 5508 лет родился Христос. И с его рождения 2019 год. Всё. Дальше этого нету. Ни одной стоянки дикарей, никого нету. Всё остальное ложь. А то Дарвин, Чарльз... А он был старостой церковным до самой смерти. А одна брехня была. А сегодня всё опубликовано. И нигде нету промежуточной зимы. Астралы ПТЭКи, Пятиконтропы. Ничего этого нету. Ни одного скелета нету. Хорошо. Тогда у меня такой встречный вопрос с вами. Вы хоть раз видели Бога? Бога невозможно видеть. Так, хорошо. Скажу. Я вам скажу сейчас. Вы верите, что есть звёзды? Вы скажете, да. А вы верите, что... Их нету. Вы верите, что мы не все звёзды видим, а только часть. Да. Да, Господь везде, где миллиарды галактик. И он везде одновременно. Его видеть нельзя, чтобы не умереть. А вам вообще вот, ну... Вам не кажется, что это всё навязано нам? А кем вы навязаны? А кто навязал? С покон веков. С покон веков. А из каких веков? Сколько примерно? Можно я версию свою такую объясню? Как бы, знаете, мы живём очень-очень давно, так ведь? Я вам сказал, 7527 лет. 7527. За это нет ни одного человека, ни жило. От Адама до нас. Можно я вам объясню? А вы потом уже, как бы, давайте мы не будем, ну, если мы хотим как-то пообщаться. И до этого никто, как бы, об этом никто не разговаривал. Нам всегда с покон веков навязывают то, чего мы, может, даже не должны делать. Это веру. Это мы должны найти себе девушку и жениться. Мы должны построить дом. Мы должны, не знаю, завести ребёнка. А теперь такой вопрос. Для чего это всё? Для чего нам нужна вера? А для чего нам нужна, ну, вот вообще, вот, жена, ребёнок, дом? Вам сколько лет? Сколько лет? Это понятно. Всё, больше не пустословьте. Сколько вам лет? 24 года. И вы ни разу не задумывались, для чего сотворён человек? Откуда он взялся? И какой смысл жизни? Что будет дальше за гробом? Нету смысла к этому, вообще никакого нету. Ну, тогда всё понятно. Тогда начинайте с нуля. Это хорошо, что ничего у вас нету. Нет, я имею в виду смысл жизни. Вот какой смысл в этом есть? Смысл жизни такой, определённый. Два есть, ну, необходимых условий. Первое. Без этого нельзя жить. Надо бы народиться свыше. И второе. Быть Вадимом Духом Святым. Послание Криминам, 8 глава, 9 стих. Вот я веду занятия, одновременно вёл. Пять университетов, 13 школ, 5 отделов милиции. И сидят полиция, и у всех здесь триколор. Флаг маленький. Красное, синее, белое. Я объясняю, прошу с кафедры. Офицеры сидят. Объясните, что это означает? Ну, Америка там, это количество штатов. Волнистые у Англии, владычи самарей. Что означает наш флаг? Поясните. Нам навязывают его? Вообще ничего не поясняет. Не поясняет, не знаете. Слушайте внимательно. Этот флаг вне конфессиональный, вне временный, вне национальный. Это дар Божий. Первое. Вот мы христиане, есть буддисты, мусульмане. Разницы нет никакой. Все рождаются в крови. Первая полоса. И живут с таким трудом и умирает. И войны, и всё. Это первая полоса. Все признают одинаковым. Вторая синяя. Синее небо меня так манит, зная, что там мой Спаситель Христос. Всё в этом мире бесследно канет. В небе не будет мести угроз. И вот поэтому синие все, и которые там в Египте верили, и империя инков, все ждали лучшего и смотрели на небо. Не в землю, как свинья под дубом. И третье, 22 глава 11 стих Откровения. И увидел я великий белый престол, и сидящего на нём, от лица которого бежали небо и земля, и не нашлось им места. И начался страшный Божий суд. Все воскресли. Вот третья полоса. Такого флага больше нигде нету. У России это проповедь. Родился, думай о небе, и дальше будет суд Божий. Как Лермонтов писал, есть Божий суд на перстике разврата. Есть грозный судья, он ждёт. Он недоступен звону злато, и мысли, и дела он знает наперёд. Мы в седьмом классе учили его. Я спрашиваю, а кто знает? Учительница не может ответить. Ну, это образное выражение, это Бог, который я ещё не родился, 138-й псалом. Зародыш мой, видели очи его. В нём у Бога записаны в книге все дни для меня назначенные. Я не могу никуда свернуть. Уже всё занаряжено. Но я могу от зла повернуть к добру. Господь говорит, я тебе предложил жизнь и смерть, благословение и проклятие. Избери жизнь. Пророк Иеремия, это где-то 600 лет до рождения Христа. Вторая глава, 13-й стих. Он говорит так. Два зла сделал народ мой. Два. Первый. Меня, Бога, источник воды живой оставили. А выстекли себе водоёмы разбитые, которые не могут держать воды. Сколько ты ни учись. И всё это умрёшь. Ничего дальше нету. А когда ты с Богом, ты знаешь, корабль, нагруженный добром, плывёт к пристани к Царству Небесному, где нет конца жизни. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Евангелие от Яна 3, 36. А неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нём. Иисус умер за нас. Он ждёт каждого человека. Руки распростёр. Обнять его, чтобы жили для Бога. Вот никогда даже не задумались. Я просто буду спрашивать. Знаете, сколько христиан на земле сегодня? Сегодня. Не знаете. Два миллиарда двести миллионов. Люди, которые считают эту книгу и верят, мусульмане. Два миллиарда. И почти два миллиарда буддистов. Итого, неверующих на земле на сегодняшний день 8%. Всего агностики, всё тут. Но на них падает 99,9% всех преступлений в мире. Потому что Бога нет, сдерживающего начала нет. Жена Владимира Ильича Ульянова говорила, Надежда Константиновна, определённо, религия-узда для масс. Узду сбросили. Только за перестройку в Российской Федерации сделано 120 миллионов абортов. Государство исчезло. Дмитрий Иванович Менделеев говорит, если бы не... Комсомольская правда пишет на развороте. Если бы большевики не победили в 17-м году, нас бы было сегодня 650 миллионов. А нас 150 даже нет. Полмиллиарда какой зверь сожрал? Какой змей, Горыныч? Хорошо, хорошо. Я вас услышал. Тогда такой вопрос. Как можно верить во всё это, когда ты, живя в России, и видишь то, что происходит вообще в церквях? Я объясняю. Это просто отмывательство денег. Так, сейчас я ещё скажу. Обождите. Про деньги, подождите. Про деньги не надо. Это слишком наивно. У меня денег нет. Это не наивно. Давайте посмотрим сейчас на среднестатистического россиянина, который работает на работе и пытается прокормить себя и жену, и двоих детей на зарплату примерно в 30 тысяч. И, так сказать, батюшка, который живёт точно в таком же условии, только он живёт в особняке в каком-нибудь, с хорошей машиной, и по-любому деньги у него в достатке. Ну, шаблон, шаблон. Обожди, Маринька. У меня родной брат, у меня родной брат священник. У него нету машины. Жена агрономом работает. У него около ста вещек он пасёт. Вот вы одно увидели у священника, там где-то... А меня это не касается. У меня пенсия за 35 лет трудового стажа на сегодняшний день. 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. Зато батюшка получает больше, чем вы. Он работает. У меня другая работа. А вы так тоже работали. Я работал. И я никогда не буду на кого-то показывать. У меня отец с фронта вот так руки нету. И с матерью полкласса не кончили. А нас в семье десятеро, не два. Пять мальчишек, пять девчонок. И они никогда ни на кого не заглядывали, а работали. Мы с пяти лет с отцом пасли коров. И никогда власти не ругали. А то Путин виноват. Кто-то нам будет... А вы хотите сказать, что не виноват? Я... Что говорить? Знаете, если вы маленько глядите, в стране у нас погублено за последние годы 21 тысяча населенных пунктов. Погублено? Теперь... Слушайте, дальше я закончу мысль. 10 тысяч дышат на ладо. На один-два человека осталось. Мы получили статус заново. Бывшая наша деревня. Получили статус. Первым делом храм построили. Сами, за свой счет. Школу государственную. Все строим сами. И дорогу делаем сами. Электричество подвели. И шесть прудов восстановили, зарыбили. Вот и все. А если бы каждый начал конкретно-то не показывать на кого-то, а работай. Чего я буду завидовать-то? Хорошо работай, все будет есть. Меня не давали работать. Не давали. Советская власть. Я прораб. Работал в органах МВД. А после армии уверовал по Евангелию. Мне не дают нигде работать. Только в ведомственной охране. При том районе, где я живу. Ну, я свободное три дня с собой беру инструменты. Кому печь сделать? 40 лет делал печь. И у меня было больше, чем люди зарабатывали. На стройке работал. У меня всегда было 280-300 процентов. Я каменщик. Плотник. Просто как бы непонятно, зачем тогда навязывать то. Ну, вот вы говорите то, что это... Навязывание. Но навязывание же это. Навязывание. Расскажите. Даже в школах. Даже в школах. Знаете, сейчас подождите. Мне 23 года. Я вернулся из армии. 23. Служил в ракетных войсках и в подводном флоте. И вот в 23 года. Что у меня есть в это время? За плечами строительный техникум. Дальше. Я учусь, работаю на корабле. Учусь в мореходном училище высшем. Добиваюсь разрешения сдать три курса за год. По выбору комиссии на трех языках. А в душе пустота. И в это время Господь дает мне в руки Евангелие. И моя жизнь за полчаса вся изменилась. Да это не Господь вам дает. Это вы сами это захотели. Ну как вам может... Ну вы прочитали и такие... А! Все. Надо идти. Это просто вы сами это захотели. Вы сами довольны своей жизнью? Я в данный момент? Да. Ну, как сказать. Не особо. Просто нужно ее менять, чтобы она была... Да не надо... Не надо... Там менять нечего. Трухля одна. Наша мама сказала... Мама наша сказала о Боге. Что нельзя воровать. Нельзя курить, материться. Женщинами дело иметь. И Бог сохранил от всего этого. А всего немножко только имели. И внутри себя я ощущаю пустоту. Я знаю, я умру. Что? Зачем мне все это было? А у меня широкая дверь открыта. С выходом за границу. И когда я стал считать Евангелие. Я понял. Христос умер за меня. Он воскрес. Я для него должен служить. Я не просто... Я ощутил внутренний свет, сияние в душе. И 57 лет иду этим путем. Я заплатил за это пятью тюрьмами. От советской власти. Я никогда не возрабатывал. Только благодарю и благодарю. А вот говорят, ничего нельзя сделать. Мы участок обработали. Дальше. Я много беспризорных. Согласен. Министр внутренних дел Нургалиев говорит. Три с половиной миллиона. Так передают. Я что делаю? Образовываю лагерь. Не отключайтесь только. Лагерь детский. И 45 лет его начальник. Я должен сохранить детей. И чтобы было интересно. И три еще в новом формате. 48. Ни рубля государство не дало. Тысячи детей подняли. Конкретно. Преступников много. Согласен. Я 18 лет сотрудниче с местной тюрьмой. Бесплатно это все. В пяти университетах веду занятия. Бесплатно. Я ни рубля отказываюсь. Мне не надо. Я для Бога делаю все. А вот копейку они взяли. У меня кроме ржавого велосипеда ничего нет. Но у меня есть две голубятни. И я радуюсь. Детям показываю. Если вы зайдете на наш YouTube. Вы удивитесь. Ютуб называется «Во свете Библии» канал Игнатий Лапкин. Это я. И вы запомните два слова Игнатий Лапкин. Вы по скайпу меня найдите. И я вам там скину свои ресурсы. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Я нашел, нашел канал. Сколько там подписчиков? Я так и понял, что вы в этот. Сколько подписчиков? 42 тысячи. Сколько? 42 тысячи. 42 миллиона просмотров. И у меня, вот это мой канал, 17 тысяч 300 роликов. Я вижу, я вижу. 17 тысяч. Вот Господь позволил мне написать 38 книг, я что отвечал студентам. Три радиопрограммы вел. 38 томов. И Бог положил мне на сердце. Бог, я бы никогда не додумался подарить книги библиотекам мира. Из Барнаула. Вот я в Барнауле. Дошли до Владивостока, порт Находка. Вернулись, все посещая города, районные центры. Лиссабон, Португалия, Скандинавия, Прибалтика, Турция, Север. Посетили 650 городов. 650 библиотек выступал и подарил. По милости Божьей, это не мое, Бог сделал. На 35 миллионов. Вот как Бог делает. Я когда услышал, что десятая часть заработка должно отдавать на дело Божье. Священству. Я услышал это в 62 году, 27 сентября. Я решил, я буду платить 9 десятин. Из 100 заработанных 90 отдавать на дело Божье. И 57 лет прожил в этом. Поэтому на 2-3 работах всегда работал. А вы говорите, деньги там, поп. Зачем мне смотреть за ним? Я за собой должен смотреть. Продолжение следует.